Здравствуйте! Я Лилия Тениева. Буду общаться с вами в культурном контексте в этом выпуске. Библионочь специально для любителей литературы и в частности творчества Булгакова прошла в Щелковском районе. Культ-курьер расскажет новости культурной жизни. Посвящение музыке в рубрике «Жизнь в искусстве» народный артист России Юрий Розум. Кто она и почему улыбается в рубрике «Культ просвет» расскажем о знаменитой Джоконде. Предан принципам реалистичного искусства. Прекрасную выставку работ художника Петра Остронского посчастливилось увидеть нашим жителям. Экспозицию представили в Щелковской художественной галерее. В Щелковской художественной галерее прошла выставка известного художника Петра Остронского. Художник признан еще при жизни. На его полотнах разные техники, темы и сюжеты, и настроения. В здании художественной галереи он создал свой климат, который не зависит от погоды за стеной. Отечественные традиции русской культуры, душа мастера, умелая игра цвета – в этом весь он, Петр Остронский. Предан принципам реалистичного искусства. Так охарактеризовали Петра Остронского его творения. Он владеет всеми техниками и сам признается, что все, что он задумает, в его руках. Неизгладимое впечатление производит выставка известного художника. Среди его работ нет проходных, нет для количества. Каждая уникальная несет в себе новую идею. Замечательное впечатление, очень хорошее от выставки. Школа чувствуется академическое, мастерство художника. Работы есть очень масштабные, храмы, росписи храмов. Это всегда очень ответственная, большая работа, в которой художник готовится много времени. И видно, что эта работа – результат длительной работы. Иконопись – лишь одна из тем близких художнику, но именно она признана во всем мире. Ему принадлежат росписи в Храме Христа Спасителя и другие крупные проекты. Данная тематика стала центровой на выставке. Однако в творчестве художника Остронского интересны и другие жанры. Среди его работ немало пейзажей родной страны. Я очень люблю пейзажи России. То есть, когда я пишу пейзажи России, у меня душа отдыхает. Потому что это такое что-то очень тонкое, очень глубокое и очень близкое нам всем. Его пейзажи целостны, со своей изюминкой и обязательно с натуры. У художника есть целой серии, посвященной Москве и другим русским городам. Возможно, что руки мастера напишут на полотнах и нашу Щелковскую землю. Я здесь стал уже постоянным гостем. Мы открывали очень много выставок. И что-то хочется написать именно про город. Я сейчас присматриваюсь к вашим пейзажам, к вашим улочкам. Наверное, что-то получится. Рисунку можно научить каждого в искусстве. А вот видение цвета, цветосилы – это дар божий. Вот лично меня творчество Стронского удивляет своим непосредственным и глубоким видением цвета и многообразной палитры оттенков. За каждой картиной история, внутренний мир художника. Любимая серия самого автора – портрет отца. К его личности он возвращался много раз в своем творчестве. Один такой портрет висит в Приморском крае, другой – в Пензенском, третий – здесь, на нашей выставке. Будем надеяться, что картины великолепного художника еще не раз можно будет увидеть в нашем районе. Любители чтения, ценители литературы, бессонные и неугомонные поглотители букв и текстов – это все о них, о библиоманах. Вот уж кто может похвастаться тем, что читает в запой и допоздна. Для них в нашем районе провели настоящую библионочь. Мероприятие посвятили мистическому и увлекательному роману «Мастер и Маргарита» и его создателю Михаилу Булгакову. Более пяти часов длилась «Библионочь». Наряду с уже известными подобными мероприятиями, как «Ночь музеев», работники библиотек Щелковского района решили провести ночь, посвященную литературе. Импровизированное интерактивно развивающее мероприятие решили назвать «Ночь в нехорошей квартире». Ничего не напоминает? Да-да, ценителям творчества Михаила Булгакова это название явно вспомнится. Мы решили посвятить эту библионочь Булгакову и его героям, потому что, во-первых, в этом году у нас 2016 год – это год кино, а во-вторых, потому что у Булгаков в этом году тоже юбилей. В действии, которое, к слову, началось еще у входа в районную библиотеку, переплелись литература, искусство разных жанров, в том числе циркового и хореографического и музыкального. Литературная гостиная приглашала гостей послушать рассказы о моде 20-30-х годов, период, в которой жил Булгаков. С повествованиями о моде, культуре и эпохе сочетались и редкие факты биографии самого автора, чьи произведения были пропитаны духом мистицизма, неотъемлемой части времени, в котором творил Михаил Афанасьевич Булгаков. Достаточно произнести название «Мастер и Маргарита», и в памяти глубоко в подсознании возникнет образ бессмертной и вечной любви, борьбы света и тени, чувств и разума, отчаяния и веры. Глубокий и проникновенный талант писателя, четко, юмористично, если даже не саркастично, отражал тему той эпохи, противоречивой и показательно жестокой, полной странных и смутных событий. Так, обсуждая литературу и непосредственно фигуру самого автора, все пришедшие на Библию ночь смогли по достоинству оценить мероприятие. Мастер-классы, гадания по книгам Булгакова, прикладное творчество и квест, посвященный литературе, все это способствовало настоящему культурному обогащению. Это такая литературная игра, где надо от вопроса до вопроса проходить определенный этап. Вот если команда или желающий, может и один человек, если хорошо знает Булгакова, пройдет, то его ждет в конце сюрприз. Рубрика «Культ-курьер» по традиции представлена несколькими увлекательными и яркими событиями культурной жизни района. Джалилевские чтения уже второй раз проходят в Щелковском районе. Поэт и воин, человек-легенда Муса Джалиль, организовал подпольные группы сопротивления в немецком плену и был казнен в застенках тюрьмы в 44-м. Тетрадь стихов, спасенная его сокамерником по Маабитской тюрьме, сделала имя Джалиля известным. После окончания войны Маабитская тетрадь попала в руки Константину Симонову. Его статья о Мусе Джалиле рассказала о том, каким был путь поэта и борца с фашизмом. Джалилевские литературные чтения, состоявшиеся в Щелковском районном культурном комплексе, были посвящены этой важной для нас всех теме. Они назывались «Мир против фашизма». Имя Мусы Джалиля для россиян разных поколений уже давно стало символом мужества и стойкости. На концертную программу «Джалилевские литературные чтения», посвященную 110-летию со дня рождения Мусы Джалиля, прошли в районном культурном комплексе. Здесь стартовал проект, включающий в себя концертную программу, стихи, песни, сценические постановки. Пришли сюда и школьники, и ветераны, и военнослужащие. В рамках Международного фестиваля искусств «Звездной» на сцене районного культурного комплекса выступили юные таланты. Детский концерт включал в себя номера лауреатов различных конкурсов, коллективов детских музыкальных школ и школ искусств Щелковского района. Со сцены звучали ансамбли, играли и пели солисты, также показали хореографические номера. КОНЕЦ 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 Чистые голоса, выразительные интонации, необычный репертуар – все это покорило Щелковскую публику. Сергей Пименов – человек, сумевший собрать и объединить самых талантливых детей, юношей и девушек, его коллективы – русские певчи, концертный хор мальчиков и юношей «Ангелы России». Сергей работал в Свердловской государственной детской филармонии, пройдя путь от начинающего до главного хорместера. Создал свой хоровой коллектив – хор мальчиков и юношей при Уральской государственной консерватории. На базе этого хора основан мужской хоровой лицей. Сегодня Свердловский мужской хоровой колледж. Сергей Пименов является художественным руководителем колледжа, а также главным дирижером концертного хора мальчиков и юношей. Преподавание ведется по авторской методике Сергея Пименова, носящей название «Фонетического метода вокального воспитания детей» и не имеет аналогов ни в России, ни в мире. Музыка – его любовь, вдохновение из семи нот. Пальцы скользят по клавишам, рождая чудную виртуозную игру. По достоинству оценить музыку может только отзывчивая тонкая душа. Душа музыканта. Сегодня жизнь в искусстве проживет народный артист России, пианист Юрий Розум. Юрий Розум – пианист, народный артист России, народный артист Дагестана, лауреат международных конкурсов, солист московской государственной филармонии, президент Международного благотворительного фонда Юрия Розума, академик Российской академии естественных наук, профессор и заведующий кафедрой специального фортепиано Российской академии музыки имени Гнесиных. Юрий Розум широко известен во всем мире. Авторитетный немецкий журнал Piano News назвал его пианистом наиболее ярко представляющим сегодня высшие достижения русской фортепианной школы на мировой сцене. Юрий Розум родился в Москве в семье музыкантов. Его первым учителем была Артобалевская. Именно она смогла привить юному пианисту искреннюю любовь к музыке. Не менее важную роль в становлении Юрия Розума как музыканта сыграли профессора Московской государственной консерватории имени Чайковского Малинин и Наумов. Они помогли Юрию Розуму развить свой талант, стать настоящим мастером музыкального искусства. Консерваторию Юрий Розум окончил с отличием. Особую роль в жизни музыканта, несомненно, сыграли и его родители. Отец Александр Григорьевич Розум, народный артист России, известный баритон. Мама Галина Дмитриевна Рождественская, народная артистка России, хормейстер. Яркие творческие люди, личным примером привившие и взрастившие в Юрии любовь к музыке. В годы перестройки Юрий Розум часто выезжал на международные конкурсы, заслужив признание за рубежом. Он все же с трепетом и уважением всегда относился к России, возвращаясь сюда и в частности в Щелковский район. Тут, в дачном поселке Загорянске, его родители когда-то построили дом. Недалеко в клубе выступал знаменитый отец. А юный пианист отдыхал от гастрольной жизни и часами занимался на фортепиано. Годы гастрольной жизни, как признается сам Юрий Розум, перелеты и гастроли – это и есть самое, что ни на есть жизнь. В настоящее время Юрий Розум выступает в самых престижных залах Москвы, таких как Большой зал консерватории, Московский международный дом музыки, концертный зал имени Чайковского, а также в лучших залах Америки, Европы, Австралии и Юго-Восточной Азии. В среднем он дает 100 концертов и 50 мастер-классов в год. Наряду с творчеством, одним из главных приоритетов Юрия Александровича стала благотворительная деятельность. В 2005 году был основан Международный благотворительный фонд Юрия Розума, президентом которого он является. Благотворительный проект «Дети детям», где сами юные музыканты учатся благотворительности и своим искусством помогают сверстникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 24 апреля в районном культурном комплексе состоялось закрытие фестиваля «Звездный». Юрий Розум и звезды имперского балета под руководством заслуженного деятеля искусств Гедемина Сатаранды представили программу Шопиньяна. Международный фестиваль искусств «Звездный», который признан донести произведение живой классики за черту больших городов, с триумфом состоялся в нашем районе и собрал массу зрителей и ценителей высокого искусства. В продолжение темы грандиозным гала-концертом завершился Международный фестиваль искусств «Звездный». Уже 12-й год подряд он проходит на Щелковской земле. Прекрасная тема Шопиньяды сопровождала выступление имперского балета. Закрытие 12-го фестиваля искусств «Звездный» состоялось в Щелковском культурном комплексе. Народный артист России Юрий Розум исполнил классические произведения под хореографический аккомпанемент артистов имперского балета под руководством Гедемина Сатаранды. Начало концерта – это продолжение целой череды мероприятий, выступлений, мастер-классы, сменяющие друг друга, общение с публикой и, конечно, грандиозные выступления в рамках фестивальной недели. Традиционный международный фестиваль стартует в начале апреля. Как правило, приурочен он к значимым событиям вехам истории России, связанным с космической отраслью. Недаром отсюда название фестиваля «Звездный». У нас каждый фестиваль имеет некоторую патриотическую задачу. Будущее посвящено обязательно какой-нибудь очень важной дате нашей страны. На сцене народный артист России Юрий Розум. По традиции он закрывает уже 12-й международный фестиваль искусств «Звездный». За эти годы фестиваль уже превратился в такое ожидаемое и публикой, и артистами событий. У меня многие мои друзья, коллеги спрашивают, ну как, в этом году будем, не будем. Каждый год что-то меняется, что-то новое находится. Мне кажется, что 12-й фестиваль – это какой-то новый рубеж. На этот раз участие в заключительном гала-концерте также принимают артисты имперского балета под руководством Гедемина Сатаранды. И это неудивительно, из года в год фестиваль собирает артистов разных жанров и направлений. Этот, посвященный 55-летию полета человека в космос, получился поистине космическим. Созвездие талантов вновь озарило Щелковский небосклон. Больше концертов, больше звезд от мала до велика, возросшее число мастер-классов. По словам Юрия Розума, вырос и уровень выступлений. Так стипендиаты фонда имени Розума сыграли полноценный концерт. Приехали на фестиваль гости из разных городов и стран. Хор из Екатеринбурга под руководством Сергея Пинминова произвел настоящий фурор в нашем районе. И, конечно, мне очень приятно, что и хор приехал из Екатеринбурга замечательный, и потрясающий этот уникальный хормейстер, о котором только можно мечтать, что он посетил и приехал. Выступление самого же маэстро на Щелковской земле, как, впрочем, и всегда, не оставило равнодушным зрителей, которые с восторгом и истинным наслаждением слушали произведения Шопена в исполнении Юрия Розума. Мне было очень интересно на фестивале, ну, судя по отзывам и по приему публики, публике тоже было интересно. Это наше гнездо, это наша колыбель в Щелковский район. Мы можем только развиваться вширь и вглубь, но центр наш не изменится. Сердце здесь. Сердце, которому не хочется покоя, которое бьется в такт музыки, вечной, как любовь, бесконечной и прекрасной. Загадочная и непостижимая, до сих пор тайны ее улыбки будоражат, умы и невольно задают вопрос. Кто же она? Культ просвет сегодня о Джаконде. Кто она? Почему ее улыбка так загадочна? Кто на самом деле изображен на портрете? Все эти вопросы волнуют человечество не один десяток лет. Знают ли наши жители, кто написал портрет под названием Мона Лиза дель Джаконда? Известно ли вам имя Леонардо да Винчи? Да. А самая его известная работа какая? Ну, вспомните хотя бы так. Мона Лиза. Отлично. А вы знаете историю, кто изображен на портрете примерно? Ой. Вот честно, я что-то читала, но сейчас я как бы не смогу вам ответить. Ну, знаете, да, что Мона Лиза? Я как бы знаю и читала, кто там изображен. По-моему, там даже изображен мужчина был. Мона Лиза, по-моему, да. Мона Лиза, точно. А где висит портрет Мона Лизы? А вот это я не знаю, ну, наверное, может, в Париже в Увре. Это художник. Так, ну, расскажи, что ты о нем знаешь и какие портреты его знаешь? А портрет, ну, естественно, Мона Лиза. И еще он делал нарисовки, ну, нарисовки тела человека, анатомию. Ну, расскажи мне, пожалуйста, что ты про Мону Лизу знаешь? Знаешь ли что-нибудь об этой картине? Да, он ее писал много лет, и она без бровей. Портрет госпожи Лизы Дель Джокондо был написан Леонардо да Винчи примерно в 1503-1519 годах. Считается, что это портрет Лизы Герардини, супруги Франческо Дель Джокондо, торговца с шелком из Флоренции. Дель Джокондо в переводе с итальянского звучит как веселый или играющий, согласно писаниям биографа Джорджо Вазари. Леонардо да Винчи писал этот портрет четыре года, но так и оставил незаконченным. Однако современные исследователи утверждают, что произведение полностью закончено и даже тщательно доведено до конца. Портрет выполнен на доске из тополя. Размер его совсем небольшой. В настоящее время он висит в Парижском музее Лувр. Мона Лиза или Джокондо – полотно великого художника Леонардо да Винчи является самым загадочным произведением живописи на сегодняшний день. С ним связывают столько загадок и секретов, что даже самые опытные искусствоведы порой не знают, что же на самом деле нарисовано на этой картине. Кто такая Джокондо? Какие цели преследовал да Винчи, когда создавал это полотно? Если верить все тем же биографам Леонардо, в то время, когда рисовал данную картину, держал вокруг себя различных музыкантов и шутов, которые развлекали модель и создавали особую атмосферу. Именно поэтому полотно получилось столь изысканным и не похожим на другие творения самого автора. Одной из загадок является то, что под ультрафиолетовым и инфракрасным излучением эта картина выглядит совершенно другой. Изначально Мона Лиза, которую откопали под слоем краски при помощи специальной камеры, отличалась от той, что сейчас видят в музее посетители. Она была более широколицей, более подчеркнута была ее улыбка и совершенно другие глаза. Интересен и тот факт, что нарисовав портрет Моны Лизы, да Винчи держал его при себе, а затем он перешел в коллекцию французского короля Франциска I. Почему, выполнив работу, художник не отдал ее заказчику, остается неизвестным. Кроме того, в разное время выдвигались различные предположения по поводу того, правильно ли считают Моной Лизой Лизу Дольджокондо. На ее роль до сих пор претендуют такие женщины, как Катерина Сфорца, дочь миланского герцога Изабелла Арагонская, герцогиня миланская Чичилия Галлерани, она же дама с горностаем, Констанца Авалос, которую также звали Веселой или Ла Джоркондо, Пачифика Брандану, любовница Джулиана Медичи, Изабелла Галдана, юноша в женском одеянии, автопортрет самого Леонардо да Винчи. В конце концов, многие склоняются к версии, что художник просто изобразил образ идеальной женщины, каковой-то является по его мнению. Секрет Джокондо связывают с точнейшим математическим расчетом Леонардо, который к тому времени он разработал и в котором отразил секрет формулы живописи. При помощи этой формулы и точных математических расчетов из-под кисти мастера вышла ужасающая по силе работа. Сила ее очарования сравнима с живым, одушевленным, а не нарисованным на доске. Возникает такое чувство, что художник нарисовал Джокондо в одно мгновение, будто щелкнув фотоаппаратом, а не рисовал ее четыре года. В одно мгновение он поймал ее лукавый взгляд, мимолетную таинственную улыбку. Одно единственное движение, которое воплотилось в картине. Как это удалось великому мастеру живописи никому не разгадать и останется секретом навсегда. На сегодня это все. Будьте здоровы. Культурных вам выходных и будней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова